Всем добрый день! Я пришла сюда под солнышко, потому что там у меня в теплице уже прохладно. Сейчас я буду рассказывать и показывать, потому что вопросов очень много. С чего я начинаю? Самое первое, после того, как я, например, пикирую, делаю перевалку, рассаживаю, я всегда сначала стимулирую корень. То есть я выбираю удобрения там, где больше у нас фосфора. Простите, не буду смотреть, потому что солнце мне в глаза. Я всегда пользовалась монокалийным фосфатом. Это проверенный уже препарат. Здесь и фосфор, и калий. Но здесь нет азота. То есть это чисто калийно-фосфорное удобрение. Им хорошо вот действительно занять на бутон. Им хорошо подкармливать во время уже цветения, для продления цветения, для продления бутонизации. Им хорошо также и стимулировать корнеобразование. И им хорошо сдерживать рост у рассады. То есть вот если, например, у вас перерастает рассада, этим удобрением также можно сдерживать. Вот еще даже вот у него вот такая функция есть. Но здесь нет азота. В последнее время вот именно что из-за того, что здесь нет азота, я перешла на другое удобрение. Буйские удобрения акварин. Здесь, смотрите, 13 азота, 41 фосфора и 13 калия. То есть здесь есть и азот, фосфор и калий. Все в равных долях. Это я под корень развожу, а по листу я даю 10, 54, 10. Почему? Почему, почему, почему? Да потому что азот нам тоже нужен тогда, когда мы подкармливаем растения, чтобы вегетативная масса, она также продолжала расти. Именно поэтому. То есть можно, например, одну сделали подкормку под корень, а через три дня сделали подкормку по листу. Все. То есть это мы простимулировали, ой, что-то у меня тут сыпется, простимулировали с вами корешок. Следующая подкормка может быть универсальным удобрением. То есть мы один раз дали, ну максимум можно два, в принципе, да, смотря какого у вас там развития корневая система. Следующее лучше взять универсальное удобрение. То есть это где равные у нас пропорции 20, 20, 20. Плантофол, опять же, по листу я даю. И вот такие удобрения, как азофоска, нитромофоска, по-моему, или тоже 16, 16, 16. То есть равные, где формула азота, фосфора и калия. Вот эти вот подкормки можно давать в промежутке между вот такими вот, которые целенаправленные. Следующее. Дальше уже вот меня спрашивали, чем выгоняешь, Юля, на бутон. Так вот, если вы привыкли пользоваться, опять же, можно и им простимулировать. Но есть палочка-выручалочка, опять же, вот от буйских удобрений 3, 11, 38 и магний и сера. Это подкорень и плантофит 5, 15, 45. Здесь у нас фосфор. То есть мы, смотрите, стимулируем и корешок, стимулируем и бутонизацию. А что мы делаем азотом, спросите вы, да? У нас же уже вегетативная система наросла, все хорошо. А азотом как раз-таки мы с вами увеличиваем цветок. То есть мы же не хотим, чтобы у нас был мелкий, а мы хотим, чтобы у нас был крупный цветок. Поэтому вот именно что, вот эти вот формулы, где все-таки присутствует азот, они в этом случае играют нам на руку, увеличивая наш красивый бутончик. Поэтому вот не стоит пренебрегать и проходить мимо вот таких вот удобрений, где разная форма азота, фосфора и калия. Сульфат магния. Зачем он и чего? Во-первых, ваше листво будет насыщено зеленого, ну а бутончики будут яркие, сочные и красочные. Поэтому сульфат магния мы добавляем везде, там, где у нас его нет уже в составе. Поэтому используйте, добавляйте, не стесняйтесь, только улучшите качество и внешний вид вашего растения. Ну вот, например, от Буйских в акварине есть тут и магний, и даже сера. Акварин номер 15, например. Следующая, аммиачная селитра, да, карбамид, мочевина. Это чистый азот. Его я использую, ну, конечно, в очень редких случаях, тогда, когда, ну, наверное, вот, знаете, бывает иногда такое, когда взрослое растение, да, ну, или это маточник. И, например, мы его полностью обстригли, то есть у нас хорошая корневая, нам бутоны не нужны, нам нужна зеленая зелень, то есть вегетативная масса. В этом случае я даю чистый азот, то есть чистую, там, мочевину, карбамид, но у меня вот нет, у меня фертики, а селитра, она еще точно так же с микроэлементами. Очень даже суперски наращивает вегетативную массу. Следующее, что у меня здесь есть, это вот я в этом сезоне попробовала новинку брексил. Бексил есть кальций, но это уже профессиональные препараты от Валагра. Я смотрю, что очень много теплечников вот перешли на препараты Валагра, ну вообще это как бы не то, что перешли, а покупают, да, достаточно дорогие препараты, но опять же они действенные. Вообще профпрепараты, чем они отличаются вот от этих, да, они, результат сразу же виден буквально на следующий день. Вот я в этом сезоне тестирую, убедилась и подтверждаю. Брексил, конечно, мне хотелось мульти, но его не было на момент моего формирования заказа. И я заказала кальций и нутри. Кальций я кормлю тогда, когда вот я распикировала растение и даю по листу кальций. Он как бы укрепляет растение, его опять же скелет, он помогает стресс лучше перенести. Ну и плюс, опять же, сразу же на глазах распрямляется черенок, восстанавливается и трогается в рост. А брексил нутри, он идет железо, магний, цинк. То есть это профилактическое такое удобрение, когда, например, хлорозит, да, или же вот вы купили залитые растения, да, или черенки, они пришли у вас в хлорозном состоянии. Вот брексил нутри вам в помощь. Здесь 2% железа, 6% магния, 6% цинка. И все это идет по листу. Можно, конечно, и под корень, но по листу самое эффективное. Если вы спросите про дозировку, конечно же, все указано на упаковках. Но вот эти вот удобрения, как правило, 2 грамма на 1 литр. Аммиачная селитра тоже самое. Ну и эти буйские тоже самое. Эти нужно читать, смотреть, но 1,5-2 грамма, не меньше. Если, конечно же, у вас рассада, то есть на стадии только всходов, да, там пикировки, то, конечно же, дозировку нужно уменьшать. Я сейчас говорю уже о рассаде, которая у нас находится в теплице, и которую мы уже готовим вместе с вами к продаже. То есть сначала наращиваем корень, а затем уже выгоняем на бутонизацию. Ну, вроде бы вот я весь, всеми своими знаниями поделилась с вами, рассказала свой опыт, свои наблюдения. Конечно же, это я не все так просто с неба взяла. Я точно так же смотрю, наблюдаю за другими блогерами, опытными, тепличниками. И вижу результат их использования, мне очень нравится, поэтому и такую же тактику применяю себе. Ну, вот вроде бы и все. Вот моя красная, да, не зеленая, а красная аптечка. Именно этими препаратами я пользуюсь. Как вы спрашивали, я вам ответила. Я вот смотрю сейчас на свою малину, и вот за те теплые дни, которые у нас стояли, вижу, что почки даже вот на малине проснулись. Нужно, конечно же, как-то взять и занырнуть сюда, обработать. Я не успела еще сделать обработку, честно признаюсь. Почки уже, даже листики вон выходят. Да уж, да уж. Ну что же, на этой ноте я буду заканчивать это видео. Надеюсь, оно вам было полезным. Пожалуйста, если это так, не забудьте побаловать меня пальчиком вверх. Всем желаю крепкого здоровья, до новых встреч и до новых видео. Пока-пока.